Друзья, всем привет! Меня зовут Олеся, я практикующий веб-дизайнер. Это вторая часть базовых инструментов Figma. Если ты еще не смотрел первую часть, вот здесь вот будет подсказочка. Переходи и смотри, а мы начинаем. В прошлый раз мы остановились на инструменте текст. Давайте продолжать. На панельке сверху мы видим буковку T. Это как раз инструмент текст. Кликаем по ней и пишем текст, который нам необходим. Привет, дорогой мой друг. Либо можно просто воспользоваться горячей клавишей T. Какие здесь есть настройки? Мы здесь можем выбрать выбор шрифта. Сейчас по умолчанию стоит Enter. Можем выбрать любой шрифт, который установлен на вашем компьютере. После этого вы можете выбрать начертание. Сейчас стоит начертание Regular. Можно поставить чуть тоньше, чтобы был шрифт. Допустим, Tin, Extra Light, Light и так далее. Либо чуть жирнее, Bolt, Extra Bolt. Можно выбрать и талик, тогда шрифт будет с наклоном. И можно выбрать вариативность. Если шрифт поддерживает вариативность, у вас будет такая настройка. Вы можете вручную задавать начертание, толщину. Я это все отменяю. Ctrl Z. Какие еще есть настройки? Мы можем здесь выбрать размер шрифта. Сейчас стоит 60-й. Тоже, если нужно, увеличиваем. Если нужно, меньше, уменьшаем. Следующая настройка – Interliage. Что это вообще значит? Сейчас я текст делаю в две строки. Interliage – это межстрочное расстояние. То есть, расстояние между строками. Вот это вот расстояние. Как определить межстрочное расстояние? Interliage равен примерно в полтора раза больше, чем размер шрифта для основного текста. То есть, размер шрифта у нас сейчас стоит 60. 60 мы делим пополам, получается 30. 60 плюс 30 равно 90. То есть, Interliage в данном случае будет 90. Для заголовков мы можем использовать Interliage чуть меньше. Допустим, 120-130%. Interliage можно задавать как в процентах, так и в пикселях. Следующая настройка, о которой мы поговорим – это Tracking. Вот здесь у нас имеется Letter Spacing. Что это такое? Это расстояние между букв. Когда мы тянем, расстояние между букв у нас увеличивается, либо уменьшается. По умолчанию всегда стоит 0. Обычно редко мы Tracking изменяем. То есть, либо делаем меньше, либо больше. Применяется это очень редко. В основном, если только для каких-то заголовков. И то, Tracking не может быть больше, чем 5%. Про это тоже помните. Если вы новичок, лучше всего работайте со стандартными обычными настройками. И Tracking всегда оставляйте на нуле. Следующая настройка – это Paragraph Spacing. Задается вот здесь. Это у нас расстояние между абзацами. Сейчас я выделяю мой текст, удаляю его, Delete на клавиатуре. И вставляю новый, Ctrl-V. Вставила. Немножко задаю ширину побольше. И немножко уменьшу размер. Поставлю в 40. Интернят в данном случае будет, получается, 60. Сделала. Вот как раз эта настройка, Paragraph Spacing, помогает нам задать расстояние между абзацами. Сейчас у нас есть два абзаца. Это первый абзац, это второй. Какое должно быть расстояние? Мы берем наш размер шрифта, вычитаем отсюда двойку. У нас получается 38, сюда ставим 38. Вот, у нас получилось расстояние между абзацами. Для этого как раз нужна эта настройка. Следующая настройка – это выравнивание текста. Сейчас стоит настройка по левому краю, можем задать по центру. И также по правому краю. Настройка по правому краю используется очень крайне редко. Это в основном может встречаться в каких-то таблицах. Но вообще по умолчанию всегда ставим по левому. Для заголовков, для каких-то небольших абзацев, где используются, допустим, 3-4 строки, можно поставить иногда по центру. Но в большинстве случаев ставим по левому краю. Сейчас мы будем разбирать вот эти вот настройки. Я оставлю только первое предложение. Первая настройка – это у нас AutoWiz, то есть автоматическая ширина. Когда я по ней кликаю, мой контейнер подстраивается под содержимое, то есть занимает фактическую ширину. Если, допустим, у меня была какая-то такая область, тогда у меня уже была бы автоматическая высота. И тогда, когда мы меняем текст, допустим, добавляем новый, что происходит? Наш контейнер подстраивается. То есть под ширину, под высоту все это подстраивается и за область не выходит. Но если мы ставим фиксированную и потом хотим добавить еще какой-нибудь текст, я сейчас нажала Ctrl-C и вставляю Ctrl-V. Наш контейнер не меняется, то есть фиксированная ширина, фиксированная высота, фиксированная область. Верну, как было, ставлю одно предложение, примерно так, и поставлю настройку Auto. Все стало как есть. Это все тоже можно немножко подсократить. Разбираем следующие настройки. Представим, что у нас есть какой-то контейнер, и вот здесь у нас имеются настройки. Сейчас стоит у нас выравнивание по верхней границе, Alligian Top. Мы можем сделать выравнивание также по центру, тогда текст станет по центру нашего контейнера. Можем сделать по нижней границе Alligian Button. Вот такие вот настройки. Верну, как было, поставлю автоматически, и все, у меня это подстроилось. Теперь будем разбирать вот эти настройки. Мы кликаем по многоточию, и здесь у нас будут тоже различные настройки. Первая настройка — это Variable, тоже мы об этом уже говорили, то есть вариативность шрифта, вариативность начертания. И теперь переходим в Basis. Первая настройка — это Resizing. Это абсолютно такие же настройки, которые мы разбирали вот здесь. Просто они здесь дополнительно продублировали. Вторая настройка — это Выравнивание. То же самое, это мы с вами уже разбирали. Следующая настройка — это Decoration. Что это значит? Мы можем здесь добавить подчеркивание снизу, тогда у нас появляется подчеркивание. Можем сделать зачеркнутый текст. По умолчанию у нас всегда строить настройка No. Дальше идет у нас настройка Case. Тут у нас показано, как будут выглядеть наши буквы. Мы можем задать Upper Case, тогда все буквы будут заглавные. Можем сделать все маленькие. Можем сделать, чтобы каждая фраза, каждое слово начиналось с заглавной буквы. Тогда это будет так. По умолчанию тоже всегда стоит No. Следующая настройка — Vertical Trime. Сейчас у нас стоит фиксированная высота, стандартная. Но у нас есть вот такая вот настройка. Если мы по ней кликаем, обращайте внимание, что сейчас произойдет с текстом. Он у нас подстраивается. То есть все лишние отступы у нас собираются. Это актуально, допустим, когда мы делаем какие-то кнопки. Либо какую-то графику, когда нам необходимо убрать все лишние отступы. По умолчанию стоят стандартные настройки. Следующей настройкой мы можем создавать маркированные списки. То есть у нас добавляются вот такие вот булеты. Либо нумерованные списки. У нас добавляются циферки. Здесь мы также можем задать Paragraph Spacing. Эта настройка уже была. То есть расстояние между абзацами. И также мы можем выбрать такую настройку. Это актуально, допустим, когда вы делаете какие-то карточки новостей. Нам нужно показать только первую строку, либо, допустим, две строки. А потом показать, что у нас текст продолжается. Чтобы для пользователя было это понятно, можно задать вот такую настройку, когда у нас просто пойдет многоточие. Тогда пользователь будет понимать, что у нас здесь идет продолжение текста. Для каких-то карточек это будет вполне уместно. Также, если мы перейдем во вкладку Details, опустимся ниже, у нас здесь будут еще одни настройки, но я их использую достаточно редко. Мы можем видеть предпросмотр, как у нас все это выглядит. Тоже иногда можно использовать, если это необходимо. С текстом разобрались. Также у нас есть здесь возможность создания цветовых стилей, создания текстовых стилей. Об этом будут отдельные видео. С текстом все понятно. Следующая наша иконочка. Что у нас здесь есть? У нас здесь имеются компоненты. Когда мы создаем компоненты, они у нас здесь отображаются. По компонентам тоже будут отдельные уроки. Есть вкладка Плагины. Здесь показаны встроенные модули, которые также облегчают работу дизайнера. О плагинах тоже будем говорить позже. Инструмент рука использую достаточно редко. В основном просто пользуюсь курсором. И еще классная функция это комментирование. Допустим, вы сделали какой-то макет. У вас тут есть какой-то дизайн. Если вы хотите оставить комментарий либо для верстальщика, либо для своего клиента, вы нажимаете от комментарий, кликайте и пишите сюда какой-то комментарий. Этот блок будет работать таким-то образом. То есть написали, кликнули, комментарий отобразится, потом человек зайдет, это все увидит, сможет вам также ответить. Если вы хотите комментарий изменить, вы кликайте вот сюда на многоточие, edit и можете комментарий отредактировать. Если хотите его удалить, кликайте вот сюда, у вас здесь будет кнопочка delete и комментарий тогда полностью у вас удалится. Также если мы кликаем по нашему фрейму, у нас вот здесь на панельке сверху имеется возможность создания компонентов. И также есть возможность создания маски. Сейчас будем говорить о маске. Представим себе ситуацию, что клиент нам прислал логотип, он находится в формате не вектора, а в формате PNG. И клиент хочет, чтобы мы логотип перекрасили, допустим, в розовый цвет. Как мы можем поступить? Мы просто создаем ректенгл, перекрашиваем его, допустим, какой-то вот такой вот оттенок. Ставим поверх нашего логотипа, выделяем теперь два объекта и создаем маску. И логотип наш перекрасился, стал такого розового оттенка. Теперь мы еще поговорим про булевые операции или еще называть логические операции. Булевые операции помогают нам делать либо вычитание фигур, либо наоборот прибавление. Представим себе ситуацию, что у нас имеется ректенгл, имеется вот такой вот эллипс. Мы его накладываем на наш ректенгл, выделяем два объекта, заходим в булевые операции и применяем Substract Selection. И тогда у нас происходит вычитание фигуры. Вот как раз для этого нужны булевые операции. Сейчас мы еще немного поговорим про изображение. Я создаю ректенгл и добавляю сюда изображение. Выбираю Fill, Image, Choose Image. Ставила наше изображение. Какие здесь есть настройки? Мы можем делать здесь небольшую цветокоррекцию. Можем регулировать экспозицию, регулировать контраст, насыщенность, температуру. Можем играться с оттенком, тени, светлые участки. То есть все эти настройки вы можете применять. Какие еще есть настройки? Сейчас у нас стоит настройка Fill. То есть наше изображение подстраивается под наш ректенгл. Если мы сделаем настройку Fit, то у нас происходит вот такая ситуация. То есть наше изображение целиком появляется. Возвращаемся на Fill. Есть настройка Crop. Мы можем тянуть за уголки зажатым Shift и масштабировать наше изображение. Допустим, мы хотим его немножко увеличить. Вот таким вот образом это будет происходить. И последняя настройка, которая у нас здесь есть, это Tile. У нас будет создаваться вот такой вот паттерн. То есть наше изображение будет размножаться. Возвращаю, как было. Ctrl-Z. Еще сейчас хочется поговорить про отражение фотографии. Мы заходим в меню Figma, выбираем здесь вкладку Объект. И у нас здесь имеются такие инструменты. Мы можем наше изображение отразить либо по горизонтали, либо по вертикали. Тоже это очень часто пригождается. Выбираем Flip горизонтал, и наше изображение отражается по горизонтали. Еще в этой же вкладке Объект у нас есть возможность развернуть наше изображение. Rotate 180 градусов, 90 и так далее. То есть когда мы кликаем, наше изображение переворачивается. Также здесь эти настройки есть вот здесь. То есть вот здесь тоже есть такая же настройка. Можем это регулировать все отсюда. И последнее, с чем мы сегодня с вами разберемся, это у нас режимы наложения. Сейчас я выделяю наше изображение, зажимаю Alt и дублирую. Удаляю отсюда изображение, добавлю просто цвет. Давайте сделаю какой-нибудь примерно вот такой желтый оттенок. Теперь перемещаю наше изображение поверх, в слоях это тоже можно все изменить. Кликаю по нашему изображению, и теперь у нас есть возможность изменения режимов наложения. Сейчас есть стандартный режим наложения, но тут есть очень много настроек. Мы можем это все менять, и вот такие изменения будут происходить в нашей фотографии. Очень актуально, бывает нужно сделать какую-то нестандартную графику. Это очень часто пригождается. Также есть такие же настройки вот здесь, кликаем в Image, здесь имеется капелька, и тоже есть вот такие вот настройки. Тоже со всем этим можно играться, так же как и здесь. Мы разобрали базовые инструменты фигмы, по компонентам, вариантам, цветовым, текстовым, стилям и так далее будут отдельные видео. Так что обязательно смотрите, подписывайтесь на этот канал. Ну что, ребята, мы с вами полностью разобрали все базовые инструменты фигмы. Если видео тебе было полезно, подписывайся на этот канал, на все мои соцсети, ссылочки ты найдешь в описании под видео. А с вами была Олеся Кутузова, до новых встреч, пока-пока!